купил мой друг на секунде вот такой рюкзак реду 60 и он немножко с недостатками вот мне его надо отремонтировать и сделать подсумки боковые я с этой целью купил кордуру который хоть там немножко по цвету подходит сделаю боковые сюда слева справа подсумки поменяем фастексы кто-то отрезал по половинке фастекса вам надо заменить вот здесь змейку на нижнем кармане для чехла потом веревку тут поменял в общем такой по мелочи привести его в людской виду например вот это такое отремонтировать сделать чтобы змей и я его тогда уже в готовом виде сделаю когда я его уже отремонтирую сделаю обзор этого рюкзака и покажу в свои самоделки привет всем в этом видео вашему вниманию будет представлен австрийский рюкзак реду 60 и самодельные подсумки к нему для этого рюкзака я сделал три подсумка один на лицевую панель рюкзака по штату здесь должна крепиться этот малая пехотная лопатка но вот я сделал сюда подсумок на змейке который на две трети открывается глубину два бегунка змейка восьмерочка здесь вот использовал такую подклады палаточную ткань чтобы закрыть швы и вот утилитарный подсумок такой и два боковых идентичных подсумка этот подсумок имеет вход сверху вертикальный вход раскрывается клапан змейки вот и вот такая вертикальная загрузка размеры подсумка этого 26 сантиметров и 14 на 14 вот такой он имеет вид внутри швы окантованы здесь швы закрыты палаточной тканью то есть обычный второй идентичный подсумок обычный утилитарный подсумок крепятся они на систему крепления этого рюкзака здесь оригинальная система крепления и вот сделал я в две полосы во-первых это понадежней две стропы во-вторых это пошире широко так как здесь на рюкзаке вот такие широкие места для посадки подсумка и аналогично этот лицевой подсумок точно также крепится все закрывается на кнопки здесь по две полосы здесь одна вот на вот это место посадочная также у этого рюкзака был отсутствовал его оригинальный пояс поэтому бы я сделал ему пояс к этому рюкзаку он сделан из двух слоев кордуры внутри два слоя тоненького спинного изолона лента 40 миллиметровая фастекс на него для застежки здесь вот так прошита как бы армирую швом проармировал внутренности чтобы они не оседали ничего и вот здесь пришита такая система крепления у этого рюкзака есть быстрый сброс и также на поясе и на лямках на лямках я чуть попозже покажу вот на поясе здесь такой с алюминиевым штифтом быстрый сброс поэтому я уже систему крепления этого пояса делал под этот быстрый сброс чтобы быстро сбросить рюкзак отсоединить его от пояса здесь вот дергается за это отстегивается одна кнопка вторая кнопка которая находится на самом рюкзаке и вытаскивается вот так получается медленно так покажу и вытаскивается этот штифт все пояс отходит то есть рюкзак отходит от тела здесь получается что штифт проходит вот здесь пояс здесь само тело рюкзака так рюкзак сбрасывается Рюкзак в наполненном состоянии По высоте он имеет Примерно 72 сантиметра Здесь вот так по шву По ширине он примерно 27 сантиметров И в глубину рюкзак Примерно по шву вот здесь 19 сантиметров Имеется клапан у него На рюкзаке Основной клапан Который крепится на 4 фастекса То есть целиком может сниматься В данном случае видно что Материал клапана отличается от рюкзака Значит клапан скорее всего Не этого рюкзака был Вот сам клапан У него есть ручка Но здесь я не вижу Чтобы было что-то отрезано Или оторвано Но на других рюкзаках я видел Здесь еще ремни Для этого дополнительного снаряжения Прикрепить сверху было Так, велкро Липучка здесь на лицевой стороне И здесь имеется карман Вот такая внутренность этого кармана На клапане В принципе весь рюкзак сделан из Водонепроницаемого нейлона С такой водонепроницаемой пропиткой Но со временем она лучится Этот рюкзак 2008 года То есть ему уже практически 10 лет Вот И потихоньку материал изнутри Выходит со строя Так, пошли дальше На Вход в основное отделение рюкзака С двумя утяжками То есть Одна утяжка И вторая утяжка Лицевая сторона рюкзака Имеется две вот такие Это системы крепления Дополнительного снаряжения Вот Раз одна стропа Вторая стропа Ящейка И здесь третья И что характерно На всех Что вот здесь боковые Средства для крепления Снаряжения И здесь И здесь изнутри Они вот здесь имеют липучку Крючочки То есть значит В оригинале Оригинальные подсумки Сюда цепляются на За липучку И еще Фиксируются Кнопками Дальше Вниз этого рюкзака Идем Эти фастексы Отсутствовали на рюкзаке Я их отремонтировал Сделал Поставил новые фастексы Вот И Имеется отделение Которое Открывается на змейку И змейка закрывается клапаном И На этом отделении Имеется вот такой Небольшой карманчик На липучке Шириной в ладонь Для Каких-то либо вещей Также внизу У этого рюкзака Отсюда От нижнего части Идет Вот такие Длиннючие ленты На Трех щелевках Вот Которые вот здесь Потом Можно сделать Вот получается Такая петля И дополнительно Коврик Или Или еще какие-либо вещи Сюда можно на дно Рюкзака Прикрепить Также на лицевой стороне Есть вот такие Средства для Крепления Снаряжения Вот здесь На трехщелевке И здесь Спинка рюкзака Идем сверху Есть ручка Для переноса Рюкзака Лямки С-образные Здесь на лямках Было что-то Пришито Скорее всего Д-образные Кольца Но здесь Я вообще не вижу Ни одного Д-образного Кольца На этих Лямках Но по идее Вот здесь Должны быть Д-образные Кольца Система ремней Грудная Перемычка С быстрым сбросом Также на лямке Вот на одной лямке Есть Вторая часть Быстрого сброса Лямки крепятся На трехщелевке К рюкзаку Внизу рюкзака Вот лямки Пришиты Вот так Сверху Система подгона По росту Вот такая То есть можно регулировать Рюкзак по росту И Также подтягивается Рюкзак в спине Вот Такими Утяжками На трехщелевках Выбрать можно Любой рост Здесь все Очень жестко Вот пластик Здесь под низом То есть это все Очень надежно И Довольно таки Жестко крепится Дальше Вот такая Мягкая спинка У нем Причем интересно Здесь вот Отстегивается Вот такой карман Здесь изолонка Какой-то мягкий Сетка И вот такой карман Существует версия Что здесь Для складывающегося Коврика Возможно нет Если кто знает Отпишитесь пожалуйста И Поясной ремень Здесь имеется карман Для Ковера Рюкзака Вот Тут была порвана Змейка В хлам Но я тут С горем пополам Как мог так пришил Не разбирая Рюкзак Вот Сделал я чехол Для этого рюкзака Вот так Рюкзак в чехле Выглядит На спине На боку У рюкзака Есть две боковые утяжки Ленты очень длинные Кроме того Что можно утянуть содержимое Еще можно Очень габаритное Сюда Либо подсумок Притянуть Либо габаритное Какое-то снаряжение Сюда притянуть Ну и Три Ленты Для крепления Дополнительных Подсумков Снаряжения Вот здесь Поделены на две ячейки Здесь на двух Здесь на одну И кнопки Теперь Что внутри рюкзака Основное отделение Рюкзака Вот так выглядит Здесь Вот видите Рюкзак старый И Вот это Непромокаемое Напыление Оно Потихоньку Облучивается Вот Здесь я У этого рюкзака Где мог Где подлез Окантовал Вот здесь Все окантовано Потому что Там где не окантовано Очень сильно Разлазится Здесь я уже не смог Подлезть Вот и Вот нитка Вот такая большая Нитка потом Торчит На спинке У рюкзака Есть вот Три места Для того Чтобы сюда поставить Алюминиевую раму Но так как Этот рюкзак Уже был Без нее Куплен То вышли Вот таким Способом Купили В строительном Магазине Алюминиевую Рейку И сюда Она вставлена И работает Очень-очень Хорошо И закрывается На клапан И утяжкой Здесь отделяется Второе отделение Внизу Рюкзака Вот так Внутри Выглядит Нижнее Отделение Здесь Материал Утяжка На веревке И если Его не Застегивать То получится Одно Сплошное Большое Отделение Здесь Оно не везде Прошито Не по кругу То есть Есть участки Где есть Технологические Отверстия Как здесь Работает Быстрый Сброс Допустим У нас Рюкзак На грудной Перемычке Застегнут То есть Как сбросить На поясе Я уже Показал Теперь Как сбросить Как работает Быстрый Сброс На лямке Вот Вот такой Хвостик Есть Его Просто Дергаем И тогда Здесь Отлипает Липучка Она Выскальзывает Из Вот этого Замка Замок Растегивается Мы Дальше Дергаем Дальше Она продолжает Отстегиваться Вот Вот здесь И выходит Из этого же Замка Все У нас Получается Лямка Полностью Растегнута И мы Через Левую руку Сбрасываем Рюкзак Пояс Отстегнутый Отстегнутая Это лямка Рюкзак Сброшен Лямки У рюкзака Очень комфортные Вот они Ложатся На спину И Такое чувство Что они Как будто Влитые Раз На тебе И все И очень Очень комфортно Сидят Они В меру Мягкие Такие Твердоватые В меру Мягкие И плотные Реально Вот у этого Рюкзака Мне очень Лямки Очень Очень сильно Понравились Вот так Рюкзак Сидит На мне Спереди Сбоку Спины Вот такой Рюкзак Сегодня Был в обзоре Большое Спасибо За внимание Всем пока Редактор субтитров